У них есть все для претворения мечты в жизни, стройматериалы и поддержка. Однако до сих пор общественный фонд Светланы Изымбаевой не может открыть центр для детей и мам затронутых ВИЧ. Планировалось, что заработает он в марте и только сейчас появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. В чем была причина остановки, разбиралась Светлана Салманова. Эти кадры наша съемочная группа снимала в конце прошлого года. В небольшом помещении работали волонтеры и дизайнеры. Уже в марте 2012-го при поддержке фонда Светланы Изымбаевой здесь хотели открыть центр для матерей и детей затронутых ВИЧ. А это уже съемка дня сегодняшнего. Вот здесь планируется сделать отдельный вход. Это единственное место, где это возможно. Планов у Ильнура Мухаммедханова много, но начать их осуществлять он не может и сейчас. Бывшее помещение подросткового клуба общественному фонду передали условно. Потому все мечты пока так и остались. Лишь мечтами. Воз и ныне там уже скоро год и до сих пор это помещение условно передано. И мы ничего сделать с ним не можем. Даже начать оформлять документы не можем на перепланировку. Благотворители уже и начальный капитал собрали. Есть и желающие помочь с ремонтом. Теперь все упирается в документацию. Но и с этим помогут, заверили в Казанском комитете по делам детей и молодежи. Общественники не сомневаются, что лед тронулся благодаря вниманию журналистов. В комитете говорят, что задержка с оформлением произошла из-за изменений в федеральном законодательстве. Руководство приняло однозначное решение оказать содействие фонду. Поэтому я думаю, что в ближайшее время решится вопрос о том, когда они смогут занять это помещение. Но это потребует и от них сбора определенных документов. Как я уже говорила, подтверждение о том, что они ведут некоммерческую деятельность. Для того, чтобы мы тоже смогли выдержать ряд, в случае необходимости, ряд проверок. Но сбор нужных бумаг этих людей не пугает. И пусть с опозданием центр все же откроется. Правда, на этот раз о сроках не зарекаются. Только верят, что учреждение заработает как можно скорее. Ведь он так нужен и детям, и мамам. Светлана Салманова, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан.